Как ты думаешь, Вертелкин, наука это ужасно или интересно? Конечно, интересно, Крутилкин! Именно поэтому наши Ну и Ну новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным ребята и слушают. А если кто-то еще не слушал, Вертелкин? А вот это Крутилкин ужасно! И что делать? Набрать в поиске Ну и Ну. Ну и слушать. Ужасно! Ужасно интересно Все то, что неизвестно Привет, ребята! Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Алиса Синицына. В эфире Детского радио очередной выпуск программы Ужасно интересно Все то, что неизвестно А знаете ли вы, что... Пряничным может быть и огромный дворец! Самое знаменитое рождественское угощение – имбирные пряники. Мы привыкли к пряничным человечкам, елочкам, колокольчикам или звездочкам. Но оказалось, что из пряников можно строить целые скульптуры. Такие чудеса кондитерского мастерства демонстрирует жительница Норвегии – Кэролайн Эриксон. Все началось несколько лет назад, когда девушка решила поучаствовать в рождественском конкурсе пряников. Кэролайн – скульптор по образованию, поэтому к созданию работы на конкурс решила подойти творчески. Она сама придумала и смастерила пряничную статую Трансформера. Это занятие пришлось девушке по душе. Теперь она мастерит исключительно съедобные скульптуры. Среди ее работ – Гарт Вейдер, дракон Смауку с книги о хоббитах и, конечно, различные пряничные домики. Вначале Кэролайн строит металлическую конструкцию, потом замешивает тесто, выпекает пряники и склеивает их растопленным сахаром. По ее словам, для теста существует особенный рецепт, ведь любая конструкция должна быть прочной. Однако, можно ли попробовать на вкус такую скульптуру – неизвестно. Все-таки к чаю больше подойдут старые добрые пряничные человечки. Ужасно интересно! Все то, что неизвестно! А знаете ли вы, что... Старый ковер не надо выбрасывать! Его можно превратить в домашнего питомца! Какими только скульптурами не удивляют нас современные скульпторы! Гигантскими, совсем крошечными, из бумаги, дерева, металла, пластмассы и даже съедобными! Кажется, ничего удивительного придумать уже нельзя! Но британский скульптор Дебби Лолсон не только придумала, но и смастерила уникальные работы из старых ковров! Представьте себе обыкновенный ковер! Такой пестрый яркий коврик, как у бабушки на стене! А из него высовывается голова большущего медведя! Или оленя! Или даже бегемота! И все эти звери тоже мягкие и пестрые, как сам ковер! Вот именно такие удивительные работы и создает Дебби! Она делает своих животных с нуля, устирает форму из проволочной сетки и покрывает ее старыми одинаковыми коврами! Создается иллюзия, что дикий зверь хочет вылезти наружу! Такой коврик смотрится очень необычно! Но, наверное, повесить к себе на стену коврового бегемота любая бабушка бы побоялась! На этом все! С вами была Алиса Синицына и программа... Ужасно интересно все то, что неизвестно! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!